Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Село Углянец Воронежской области. Нахожусь сейчас в Верхнихавском районе. Это у нас 47 километров от Воронежа. Село Углянец. 3700 человек. В селе есть храм, сбербанк, школа, детский сад. То есть село вполне себе живое. Люди хорошие, дружелюбные. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните в 8-920-22-99-356. Расскажем об условиях сотрудничества. Так, и сегодня мы с вами посмотрим домик. Посмотрим вот такой вот домик. Дом на два хозяина, можно сказать так. Дом двухэтажный. Относительно свежей постройки. У нас здесь два входа. То есть этот дом можно использовать, собственно говоря, для проживания двух семей. Вот так у нас выглядит входная группа. Дом стоит на участке 8 соток. И давайте, как обычно, начнем сейчас с вами. Вот какой красивый у нас почтовый ящик. Давайте начнем с вами с осмотра придомовой территории и потом уже посмотрим сам домик. Значит, здесь у нас перед домом вот такой небольшой полисадничек есть. Вот тут у нас сливная яма. Так, счетчик на свет. Счетчик на свет. И вот вижу счетчик у нас на газ. Вот он, пожалуйста. Так, вот здесь у нас входная группа от первого этажа. И вот тут подальше проходим. Входная группа второго этажа. Ну, давайте, как и обещал, сначала с вами прогуляемся по придомовой территории. Посмотрим участок. Посмотрим, что у нас тут на участке растет. А потом уже будем лицезреть сам дом. Так, смотрите, мангальная зона. Мангальная зона сделана. Это здорово. Это классно. Пожалуйста, есть местечко, где пожарить шашлычка. Сделали хозяюшки вот такую вот беседку. Беседка накрывается. То есть они ее накрывают таким материалом. И здесь устанавливается стол, стульчики или лавочки. И, пожалуйста, да, вышли вы, пожарили шашлычка. И здесь посидели на свежем воздухе, потрапезничали. Так, смотрим, что у нас на участке. Участок у нас 8 соток. Вижу смородина. Раз, два, три куста смородины. Вот они сразу. Далее, вот там у нас чуть подальше молодой сад. Деревья все молодые, сад весь молодой. Вот, в частности, допустим, вот эти вот трехлетки. Три года уже. Три года назад посадили здесь у нас вишни, яблоки, груши. То есть сад достаточно молодой. Буквально несколько деревьев. Сколько у нас получается там? Раз, два, три, четыре, пять. Там у нас кусты малины. Вот тут у нас клубничка. Тут еще малинка. И вот у нас границы участка. То есть вот они, столбы, стоят. Кстати, с соседями хозяева разговаривали. Соседи не против. Нам-то как бы смысла уже нет сейчас, да, городицы. А так, соседи не против. Пожалуйста, можно будет скинуться напополам. Кто купит наш вот этот дом, можно будет пополам скинуться с соседями. И вот здесь сделать себе уже заборчик. Ну, вот с этой стороны забор с соседями есть. Вот такого плана. Ну, а дальнюю границу участка вы тоже видите. В принципе, все понятно. Смотрите, с нашего участка видны купола храма. Храм, церковь. Так, есть у нас еще надворная постройка. Вот она. Ну, вот у нас надворная постройка. Тут типа, типа дровник. Здесь прямо у нас такие патриоты. Патриоты прям живут у нас. Здесь флаг Российской Федерации. На входной группе у нас там, на калитке. Почтовый ящик с гербом России. Похвально. Так, здесь у нас дровник. И здесь у нас такой уличный туалет. Ну, собственно говоря, да. Чтобы как бы... После мероприятия вот здесь, да, после шашлыка далеко в дом не бежать. Вот, сразу сюда можно в уличный туалет, собственно говоря, и продолжить дальше посиделки здесь на природе. Здесь места достаточно много, видите. Закрыто, к сожалению, нет у меня ключей. Не смогу вам показать. Но видно, что там можно это помещение еще использовать. Так, ну что, посмотрим, наверное, с вами сначала сейчас второй этаж. Потом подойдут у нас хозяева от первого этажа и покажут нам первый этаж. Так, лестница у нас пока вот такого плана. Лестница-времянка, так скажем, да. Можно сделать здесь намного поинтереснее, заморочиться сделать лестницу. Ну, пока вот что есть, что есть. Пока лестница вот такая. Планируете переезд в Воронеж? Воспользуйтесь услугами нашей компании. Покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно. Заполняйте анкету-заявку под этим видео. Так, поехали. Вот у нас входная группа. Мы на втором этаже с вами сейчас посмотрим второй этаж и потом спустимся, посмотрим первый этаж. Вот такой вот длинный-длинный-длинный-длинный коридорчик. Давайте покажу я вам, какой он у нас длинный. Да. Вот такой длинный коридор. Прямо у нас входная дверь. Направо кухня. Кухня по площади 7,5 квадратных метров. Дом у нас кирпичный. 7,5 квадратных метров площадь кухни. Опа. Кто здесь? Кто здесь? Как тебя зовут? Ага. Думал спрятался что ли от меня? Думал от меня спрятаться. Все здесь в таких клубничных тонах. Как обычно все клубнично. Помню у моей супруги такая футболочка была. Так, пол у нас линолеум. Окна у нас пластик. Кухня 7,5 квадратных метров. Потолок у нас натяженной в коридоре вижу. Ну, собственно говоря, на кухне то же самое. Точечные светильники. Далее у нас... Вот эта комнатка небольшая. Тоже 7,5 квадратных метров. Кто-то у нас там еще в клетке живет. Кто-то у нас тут живет в клетке. Какой-то маленький крысеныш. Как они интересно ладят с тем рыжим котом, которого я видел на кухне. Потолок здесь у нас также натяжной. 7,5 квадратных метров. Площадь вот этой комнаты. Окна тоже пластиковые. Идем с вами дальше, слева направо. Дальше у нас получается вот такой вот огромный-огромный зал. 28,5 квадратных метров. Огромная площадь. Ну, практически 30 квадратных метров получается, да? Вот такая красотища. Пол также у нас линолеум. Достаточно большое количество света. Я представляю, какой он здесь, собственно говоря, зал светлый. Здесь у нас раз, два, три, четыре окна. Четыре окна в зале. Просто шторки, видите, у нас завешаны. А так зал достаточно светлый. Значит, смотрите, сразу вам покажу. В принципе, в принципе, может быть, кому-то не понравится, что у нас получается два отдельных входа. Хотя я считаю, что это нормально. Это нормально, это неплохо. В том плане, что здесь могут жить две семьи, да? Одна семья, допустим, молодые наверху. И люди постарше, допустим, внизу. К нам часто очень переезжают люди с семьями, допустим, из стран ближнего зарубежья, да? Переезжают старшее поколение вместе с младшим поколением. И хотят, ну, так, собственно говоря, и правильно. Им нужно держаться вместе. Поэтому они часто покупают дом на два хозяина. Вот здесь вариант очень даже неплохой. В том плане, что вот здесь, допустим, живут молодые. Люди постарше живут на первом этаже. У всех свой отдельный вход. Как бы никто никому не мешает. Но в то же время все живут рядышком. То есть, если какая-то необходима помощь, всегда постучались, зашли, все здесь рядом. Так, и еще у нас одна комнатка небольшая. 6,2 квадратных метра. Вот такая небольшая, уютная комната. Такая девчачья. Но, тем не менее, у девчонки есть свой уголок. Окна пластиковые во всем доме. Потолки натяжные во всем доме. Ну, по крайней мере, на втором этаже все, что я сейчас увидел. Сейчас спустимся с вами, посмотрим еще первый этаж. О, какая красивая картина. Так, и осталось у нас посмотреть санузел. Так, санузел у нас вот такого плана. То есть, у нас все, все в доме есть, да? И ванна, и туалет. И, пожалуйста, вам еще и кабинка стоит. То есть, вот здесь, раньше изначально, вот здесь как раз-таки, этажи у нас и сообщались первые со вторым. Вот здесь у нас был лаз, да? Была лестница вот здесь, между первым и вторым этажом. Ну, впоследствии убрали. Живут две семьи. И, соответственно, у каждого свой вход. Здесь же у нас, смотрите, стоит и стиральная машинка. Здесь же душевая кабинка. Здесь же у нас и ванна. Кто что любит, пожалуйста, вам. И туалет. И тут у нас можно релаксировать, глядя вот на этих вот замечательных дельфинчиков. Также у нас натяжной потолок. Такое звездное небо. Также у нас пластиковые окна. Первый этаж. Входная группа первого этажа. Вот у нас дверь. Также длинный коридор. Ну, все, собственно говоря, да, планировка, она примерно идентичная, да, второму этажу. Просто состояние здесь, ну, скажем, здесь в процессе ремонта, да, то есть видно вот. Я вам сейчас более подробно, более внимательно все покажу. Вот на втором этаже у нас вот здесь, вот здесь у нас сейчас санузел. И я вам говорил, что вот здесь у нас как раз-таки был, вот можете обратить внимание, была лестница. Лестница была вот здесь, между первым и вторым этажом. Вот ее заложили. Вот там у нас в углу сейчас джакузи стоит на втором этаже. Здесь получилось вот такое вот помещение. То есть при желании, как бы можно эту лестницу тоже сюда обратно вернуть, но... Ну, там джакузи у нас, да, как бы тут надо, надо что-то помехать, надо как-то думать. То есть площадь у нас примерно одинаковая, сами понимаете, да? Порядка 130 квадратов оба этажа. Вот делите их пополам, вот получается. Каждый этаж занимает половину от 130. Так, давайте здесь также слева направо идем. На втором этаже, помните, у нас вот здесь была кухня 7,5 квадратов. Здесь у нас спальня 7,5 квадратов. Полплиточка такая красивенькая. Окошечко есть, просто оно закрыто занавешно. Окна тоже у нас здесь пластиковые. Потолок натяжной. Такая детская комната. Дальше у нас по ходу движения. Вот смотрите, вот это стены из гипсокартона. Вот я вам даже сейчас покажу. Вот видите, да, прекрасно все видно. Там у нас внутри кирпич, гипсокартон с двух сторон. Вот эта стена между комнатой и кухней из гипсокартона. То есть ее можно при желании, да, убрать, снести и сделать себе побольше какую-то кухню. Допустим, да, если вы захотите сделать кухню. А так здесь вот, вот это тоже по площади 7 с небольшим, тоже квадратных метров кухонка. Вот как она есть сейчас. Да, в доме у нас газ, электричество, видите, канализация. То есть все, все, все у нас в доме есть. Сливную яму вам на улице показывал. Две скважины у нас. 70 небольших квадратных метров площадь кухни. Окошечко тоже здесь у нас пластиковое. То есть стеночку вот эту разобрали и увеличили себе, допустим, площадь кухни, да. Если есть такая необходимость, если есть у вас такое желание. Так, дальше. Дальше с вами идем. Дальше у нас ровно так же, как и на втором этаже, площадь вот этого помещения 28 с половиной квадратных метров. Здесь у нас три окна вдоль вот той стены. Вот здесь тоже, так подозреваю, окна были, их просто закрыли, заделали. 28 квадратных метров площадь вот этого помещения. Так, и остался у нас санузел. Санузел нашего второго этажа, туалет, ванна. Значит, смотрите, тут есть некоторые потеки. Я у хозяюшки спросил. Она говорит, ну это мы трубы отопления меняли, там срезали наверху. И протекло. То есть это было еще тогда, 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 как бы, да. Вот, то есть сейчас, естественно, ничего не течет нигде. Сейчас в этом плане здесь, в этом плане здесь все нормально. 3 миллиона 200 тысяч цена нашего дома. Напоминаю, это у нас село Углянец, участок 8 соток. Дом общей площадью порядка 130 квадратных метров. Ну, состояние дома вы видели сами. В селе есть все. Школы, детсад, почты, сбербанки, магазины. То есть этого всего-всего добра здесь навалом. Дом можно использовать для проживания двух семей. Можно использовать для проживания одной семьи. Ну, как-то заморочиться, да, подумать насчет, может быть, лестницы, чтобы этажи у нас сообщались изнутри. И, повторюсь, в принципе, этот дом можно рассматривать вот именно тем людям, кто к нам переезжает там по два, по три поколения. У нас очень много таких людей едут. С Казахстана, например, и люди хотят держаться вместе, хотят жить вместе. Вот вполне себе этот вариант нужно для себя, для жизни рассмотреть. Если желаете посмотреть, набирайте по тому телефону того специалиста, кто этот объект недвижимости у нас ведет. Ее зовут Оксана. Ее телефон есть под этим видео. Набирайте, она вам с удовольствием наш дом покажет. 3 миллиона 200 тысяч рублей. Село Углянец, Воронежская область. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok